Как будет выглядеть в будущем зона Чебоксарского залива? Поучаствовать в решении этого вопроса приглашают жители столицы республики. В предстоящую субботу, 20 октября, во Дворце детского и юношеского творчества будут обсуждать концепцию благоустройства этой территории. Подобный формат столичная администрация уже испробовала во время так называемого воркшопа «Марш по набережной». По концепции, которую тогда совместно с горожанами разработали местные и московские архитекторы, сейчас готовят рабочую документацию. И в следующем году идеи из проекта должны воплотиться в реальность, рассказал главный архитектор города Вениамин Мамуткин. Подобный подход ждет и зону залива. Приглашаю всех активных горожан, всех общественников, историков и других специалистов на необычные мероприятия, проводимые в эту субботу, 20 октября, в 10 часов, в здании Дворца творчества юных, в зал Кванториума. Работа будет построена таким образом, что несколько групп горожан будут уже сами пытаться проектировать и предлагать свое видение Московской набережной. Основная цель организаторов – сделать территорию не просто красивой, а полезной для разных групп населения. Сейчас по заливу есть большие наработки, которые сделаны до нас. Мы не собираемся как-то радикально в это вмешиваться. Наша задача состоит в том, чтобы учесть, интегрировать в эти проектные наработки пожелания жителей, которые готовы инициативно на этой территории что-то делать. Ну, например, есть скейтбордисты, это целая федерация, это сейчас официальный вид спорта, которые готовы не просто приходить и кататься на скейт-парк, они готовы там быть операторами этого места, то есть там проводить какие-то соревнования, устроить там прокат скейта, обучать людей бесплатно. И вот похожие вещи мы хотим затянуть на залив побольше. Итак, всех желающих ждут в субботу, 20 октября, во Дворце детского и юношеского творчества, начало в 10.00. Ольга Пырочкина, Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев, Республика.